Ребят, всем большой пламенный привет! Сегодня вообще не хочется рассказывать о жизни в Америке, а поговорим мы на более творческую тему. Например, как задекорировать свое жилье или квартиру, сделать его более интересным. Вот эти цветы, которые вы видите на заднем фоне, и, кстати, возможно, уже замечали в моих видео, это предмет моего творчества. Когда мы въехали в наши новые апартменты, мне показалось, что здесь как-то слишком скучно, и однозначно помещение нуждается в каких-то элементах декора. Поэтому я решила воплотить свою давнюю задумку в реальность и разукрасить стены в спальне. Да, вот это, кстати, только часть рисунка. Я покажу в следующих кадрах, как выглядит полностью уже моя идея, воплощенная в жизнь, и как, собственно, происходил процесс раскрашивания стен. Да, ребят, кстати, я думаю, вы знаете, что в Америке вообще очень редко увидишь в доме обои на стенах, как это обычно принято у нас. В основном, ну не знаю, 95% домов внутри имеют покрашенные стены. Поэтому воплотить мою идею было очень легко. Стена была уже готовая, оставалось только нанести рисунок. Итак, какой бы бюджет ни было, всегда хочется, чтобы комната, жилье выглядело очень привлекательно. Ну, в данном случае он у нас очень ограниченный, я имею в виду бюджет. Но, тем не менее, спальню я решила приукрасить. Так, вот наша кровать, как видно, примыкает к стене. И я хочу эту стену сейчас расписать. Эта идея, на самом деле, у меня уже достаточно давно, еще когда мы жили в штате Вашингтон. У нас был большой дом. Так вот, после того, как я покрасила несколько стен, сделала ремонт в нескольких комнатах, у меня уже давненько была мысль о нерасписателе, например, ванную комнату. Красиво. Но, поскольку у меня нет... Да, кстати, купила я таки вот эту подушку Memory Form. Попробую, но по ощущениям очень мягкая. Должна мне подойти. К чему лежит вот этот кусок салатной ткани, я тоже расскажу позже. Да, но вернемся к нашим баранам. Поскольку у меня все-таки нет художественного таланта, стена здесь достаточно большая. Цвет я, кстати, решила не менять. Это такой светло-серый. Он очень хорош утром, поскольку достаточно спокойный, как я считаю, для нервной системы. Но достаточно темный в вечернее время суток. Ну и вообще, мне серый всегда нравился. Так вот, опять же, заканчивая мысль, поскольку у меня нет супер-классного художественного таланта, я нашла простой рисунок и буду наносить его на стену посредством аппликации, которую я сейчас и делаю. Как я это делаю, тоже покажу. Итак, я нарисовала сначала симметричный вот такой цветок. Каждый лепесточек я сделала отдельно и потом просто обводила на картоне. Ну, как мне нравится, вот в таком положении. Но потом мне пришла идея сделать несимметричный цветок. Так, ну тут немножко отсвечивает уже вечер. И вот мне эта идея понравилась больше. Ну и как видно, вот я положила свою вот эту вот, свой ламинат или, не знаю, прозрачный материал сверх на картонку. И вот этим острым ножом прорезаю по нарисованным линиям. Ну и потом вот то, что получится, будет у меня вот такой трафарет, который я буду использовать для покраски стены. Итак, вот он мой трафарет с остатками краски на нем. Как происходил процесс? Готовый трафарет я поместила на стену, покрутила, но потому что мой рисунок был асимметричен, поэтому цветок можно было размещать в любой позиции. Выбрала позицию, которая понравилась, и закрепила трафарет скотчем на стене. Собственно, все. После этого можно переходить к раскрашиванию лепестков. Начала я с кисти. Потом решила попробовать валик, для того, чтобы понять, какой же инструмент работает в данном случае лучше. Может быть, разная плотность нанесения краски. Может быть, что-то позволяет делать процесс раскрашивания быстрее. И, ребят, вот лично для меня, при всех моих вариантах ситуации, вот этот маленький валик сработал наиболее лучше. Процесс удавался быстрее, и краска ложилась достаточно плотно. Раскрасив весь цветок, я удалила трафарет со стены, и вот здесь, та-да-да, меня постигло разочарование, потому что контуры буквально каждого лепестка были достаточно неровными. Как это произошло? Ну, как я уже говорила, или нет, трафарет был закреплен скотчем, у меня помощников не было, а потому, раскрашивая буквально каждый лепесток, мне приходилось вот одной рукой, да, удерживать трафарет, а второй уже раскрашивать. Соответственно, когда я переходила к следующему лепестку и удерживала трафарет здесь, в других местах он просто немножечко отходил от стены. Вот поэтому контуры лепестков и смазались. Что делать? Я, конечно, расстроилась, потому что возник вопрос, зачем, собственно, нам нужен трафарет? Ответ, чтобы убыстрить сам процесс, правильно? А получается все наоборот. Мне пришлось вернуться к кисточке и прокрашивать контур заново, то есть делать, его выравнивать, и, ну, по сути, это двойная работа. Что-то не то. Скажем так, так, помучавшись над двумя элементами, третий цветок я уже рисовала просто без трафарета. Взяла простой карандаш, начертила лепестки и потом сверху разукрашивала их, но уже кисточкой. Подвожу итог использования данного чуда. Идея трафарета, она очень хороша, но вам нужно учитывать несколько факторов. Первый, будет ли у вас помощник? Второй, насколько вы сможете закрепить хорошо трафарет на поверхности, поэтому лучше, чтобы это была не вертикальная поверхность. И, опять же, какую краску вы будете использовать? Вот я брала акриловые. Если у вас краска в баллончике, тогда трафарет сработает отлично, потому что вы его закрепили, распыляете, не прикасаетесь к нему, соответственно, ничего не смещается. Поэтому для трафарета краска в баллончике работает просто супер. Вот. В моем варианте последний цветочек я уже рисовала даже без предварительного нанесения карандашом какого-то там чернового узора. Вот что, как говорится, опыт. Я просто рисовала кисточкой. И, кстати, ребят, кто не знал, для меня это, кстати, был новый опыт использования акриловых красок. Если даже что-то там получилось неровная линия, акриловую краску очень легко при помощи влажного полотенца можно тут же удалить со стены. Никаких проблем. Так, я нашла кисточки, которые мне помогут раскрашивать стены, а также, когда я их крашу, делать хороший угол. Я не использую специальную ленту, которая клеится на потолок, но и вот что, чтобы защищать его от другой краски, когда вот крася в стены. Я крашу кисточками. Вот это будет идеально, чтобы прокрашивать линию вверху. Супер! Итак, сейчас более подробно покажу расходники, которые я использовала для создания рисунка на стене. Самый главный из них вот такой рулон нереальной ширины материала пропилен. Я купила в данном случае всего лишь один ярд и заплатила 3 бакса. Этот материал представляет из себя такую прозрачную, толстую пленку, которую в основном используют для того, чтобы укрывать мебель, находящуюся аутсайд, то есть на улице. Но я решила, что он просто идеально подходит для трафарета. Опять же, я видела в интернете, умельцы в условиях вообще ограниченных средств делали трафарет посредством того, что на лист бумаги наклеивали просто скотч. Но я решила, зачем такие усилия, когда 3 доллара для Америки это не те деньги, ради которых стоит потратить столько времени. Опять же, ну, смотрите сами по своим финансам. Краска 50 центов, это по доллару. Разница в том, что глосс и матовая. Глосс это значит, что она будет более саншайн, более такая яркая, блестящая. Так, палитра у меня была, кисти я показала. Да, и уже выбрав кисти, я обнаружила на полочке в Волмарте вот такое вот чудо, набор, в котором есть вот такие поролоновые валики. И я решила, ну, кто его знает, как у меня пойдет дело и чем лучше наносить краску, вот таким валиком или кисточкой. Поэтому взяла и валики тоже. В любом случае они мне на будущее пригодятся. Но на самом деле, если, опять же, вообще нет средств, можно использовать просто кусок поролона. Мочалки по-нашему. Да, ну и больше всего я потратилась на вот такой вот нож. Он очень острый. Я выбрала в данном случае ну, такой достаточно дорогой, по-моему, он что-то или 5 долларов стоил. Вот, можно было купить намного дешевле, но я решила, что, опять же, для всех моих проектов все-таки инструменты лучше иметь подходящие. Поэтому тут уже не поскупилось. Посредством вот такого супер-острого ножа собственно и вырезаются все отверстия в необходимом нетрафарете. Так, ну, пару слов о подушке. Оказалось просто мягчайшее, суперудобное. Я не могу нарадоваться. Честно скажу, 10 баксов потрачено не зря. Memory Form действительно работает. Кто не знает, что это такое, это определенный материал, который под весом тела, как видно, да, принимает форму и потом еще удерживается какое-то время. Ну, если вдруг там вы ворочаетесь во сне. Скажу от себя, что в Украине такие подушки Memory Form стоят от 20 долларов. Это было, кстати, 3 года назад еще. У меня их было 2 и они даже вообще ни в какое сравнение с этой даже не шли. Причем, когда я ее выбирала, продавец меня уверял, девушка, это самая мягчайшая, которую вы вообще у нас найдете типа на рынке подушек. Ну, что вы думаете, я купила одну, потом вторую, которая мне показалась чуть мягче, но они были жесткие. Ну, вот совсем не то, что мне нужно. Да, а это чудо практически в 2 раза дешевле многократно себя оправдало. И где самый дешевый магазин в Америке Walmart? Вот вам и пожалуйста. Так что магазины Walmart это не так плохо, как многие здесь рассказывают. В этом процессе есть парочка нюансов. Сейчас о них расскажу. Вы должны быть готовы к тому, что для того, чтобы добиться яркого, насыщенного, красивого цвета, то один и тот же рисунок вам придется прокрасить два, а то и три раза. Ну, как я уже говорила, это мой первый опыт, поэтому все, что здесь происходило, было методом проб и ошибок. И на данный момент я четко понимаю для себя разницу в использовании краски матовая и глосс. Вот здесь не знаю, видно нет, синий цвет это матовая краска, я постараюсь потом показать поближе. Для того, чтобы добиться темно-синего насыщенного цвета, я покрывала каждый лепесток три раза, то есть мне понадобилось три слоя краски. С краской глосс это у меня серый и салатный цвет здесь обошлось все всего лишь двумя попытками, то есть нужно было два слоя краски и рисунок выглядел достаточно ярким и законченным. В общем, у меня процесс лично, у меня получился не таким быстрым, как хотелось, на самом деле растянулось это все буквально на целый день, эти там пять цветов, которые вы здесь видите на стене, для себя делаю отсюда следующий вывод номер два. Ну, если мне необходимо будет в следующий раз раскрасить поверхность большого размера, объема и сделать это максимально быстро, я однозначно буду использовать трафарет, но краску уже выберу в баллончике, потому что это ускорит процесс нанесения рисунка на стену во много-много раз. Вот показываю специально с этого ракурса, чтобы вы понимали, как выглядит краска глосс, когда я говорила, что она будет такая блестящая, ну, понятно, что там никаких блесток внутри нет, но вот видно, как она отливает, и вот синие лепестки, они абсолютно матовые, то есть никакой никакого такого яркого эффекта в них нет. Кстати, вечером, когда я выключаю свет, достаточно выигрышно вот эта краска глосс смотрится на стене, поэтому, пожалуй, в следующий раз я буду выбирать уже однотипный вид красок. Так, ну, еще раз поближе показываю свое творчество. Два цветка вверху, они обычно в кадр не попадают, и три вот здесь внизу. Я решила придерживаться принципа асимметрии, хотя, опять же, что выбирать, я считаю, это личное дело каждого. Ну, как видно, моя подушка, это мой следующий будущий проект. Я сделаю наволочку, на которой, скорее всего, будет аппликация, подобная рисунком на стене. Как видно, цвет этой подушки выбран не зря, он соответствует лепесточкам моего рисунка. Так, ну, я считаю, что получилось неплохо, живенько, и достаточно интересно. Ну, и напишите в комментариях, нравится ли вам подобная идея, и, конечно же, не забывайте подписаться на канал. Впереди еще нас ждут другие интересные проекты. Пока-пока!